Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий о студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России завершился первый день выборов президента. В Самарской области сегодня открылись 1767 избирательных участков. На территории региона действует 47 территориальных избирательных комиссий. Кроме того, работают 16 временных участков в аэропорту Курумыч, на железнодорожном вокзале Самары и в 14 стационарных медицинских учреждениях. 15, 16 и 17 марта избирательные участки будут открыты с 8 утра до 20 часов. В Самарской области данные появки озвучил председатель областной избирательной комиссии Вадим Михеев. В Самарской области на 15 часов она составила 23,6%. По словам Михеева, в Самарской области в первый день выборов президента страны на 15 часов своим правом голоса воспользовались 562 тысячи человек. В том числе в Самаре 173,5 тысячи избирателей. Это 18,7%. В Тольятти более 90 тысяч. 17,6%. В других городах региона проголосовали уже почти 29% жителей. В районах 34%. Одним из первых на избирательный участок приехал и губернатор Дмитрий Азаров. Перед тем, как проголосовать, он побывал на нескольких участках и оценил обстановку. Подробнее в нашем сюжете. Он привел первых голосующих нам, замечательных школьников. Губернатор Дмитрий Азаров сегодня утром голосовал на избирательном участке, расположенном в стенах школы 132. Перед этим он объехал другие избирательные участки, расположенные в Самаре, отметил высокую активность горожан и приподнятое настроение, с которым самарцы пришли выбирать будущее страны на ближайшие 6 лет. Напомним, выборы президента страны в России проходят восьмой раз и продлятся три дня. Спасибо. Вы проголосовали. Губернатор отметил, что во время проведения специальной военной операции и сплочения россиян особенно важно, как важно и то, в чьих руках окажется страна в этот непростой период. А решить это можно только придя на выборы. Гражданская активность важна всегда. Но сейчас в особый период развития нашей страны, конечно же, проявить свою гражданскую ответственность, проголосовать за Россию. А любой, кто приходит на избирательный участок, он голосует за Россию, за ее будущее. Он делает выбор вместе со страной будущего для своей семьи, для следующих поколений. В то время, когда наши парни на передовой, наши герои, защитники Отечества, отстаивают интересы нашей Родины, защищают мирное небо над нашей Родиной. По сложившейся традиции на избирательный участок Дмитрий Азаров приехал с мамой, которая всегда участвует в голосовании. Губернатор выразил надежду, что те самарцы, которые сегодня не успели проголосовать, сделают это в ближайшие выходные. Виктория Шарая, События. Одной из первых сразу после открытия участков проголосовала глава Самары Елена Лапушкина. Свой голос по традиции она отдала на участке 33-49 в 69-й школе. Глава города призвала всех самарцев воспользоваться в эти дни своим правом выбрать высшее должностное лицо страны. Подробнее в нашем сюжете. Сегодня свой рабочий день глава города начала на избирательном участке. Елена Лапушкина пришла одной из первых и приняла участие в торжественном открытии, прослушав гимн страны. После чего получила бюллетень и проголосовала. Глава Самары призывает и всех жителей старше 18-ти исполнить свой гражданский долг. Мы с вами каждый день делаем выбор. И от каждого нашего выбора зависит история. История нашей жизни, истории нашей семьи, истории нашей страны. Вы должны определить, каким путем пойдет наша страна. Какой она будет. И как мы вместе с вами будем в дальнейшем развиваться. Призываю каждого из вас прийти на избирательные участки, отдать свой голос. Мы вас ждем. Тут же на участке глава Самары проголосовала и за общественные пространства, которые будут благоустраивать в 2025 году. На выбор представлены 20 территорий. Проголосовать можно у стола волонтеров в спецодежде с символикой национального проекта «Жилье и городская среда». Этот же путь повторяют и другие избиратели. Семья Жаровых тоже решила прийти на участок в первый день до работы, не откладывая свое решение в долгий ящик. Владимир и Татьяна уверены, что каждый голос важен. Поэтому всегда приходят на выборы и всегда призывают прийти своих близких и друзей. Поддержать страну, наверное, в данный момент. Ну, такое тяжелое время. Все наши знакомые, я думаю, что они обязательно сегодня придут. И родители, и дети. Также на участке можно принять участие и викторине. Если ответить на вопросы о Самарском крае, то можно получить шанс выиграть ценные призы. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. На избирательных участках в школе номер 29 в Октябрьском районе Самары к открытию образовалась очередь. Как началось голосование и с каким настроением приходили люди на избирательные участки в нашем сюжете. В Самарской школе номер 29 к моменту открытия избирательного участка образовалась очередь из желающих отдать свой голос. Ровно в 8.00 прозвучал гимн Российской Федерации. После чего члены избирательной комиссии приступили к своей работе. В числе первых проголосовал председатель городской думы Алексей Дегтев. Я добросовестный избиратель и право, которое мне дано Конституцию Российской Федерации, использую в полном объеме. Сегодня был уверен, что большое количество россиян, наших самарцев, воспользуется этим правом. И, как видите, не ошибся. Это вдохновляет. И вместе со своими соотечественниками, самарцами, я сегодня избрал себе президента. К своей работе приступили независимые общественные наблюдатели. Они призваны следить за соблюдением закона во время голосования со стороны всех участников процесса. Хочется отметить хорошую организацию работы на участке. Четкую. То есть сотрудники комиссии не допустили ни одного нарушения при открытии участка. Не было ни одной претензии со стороны избирателей. Все было вовремя, четко. Обстановка очень доброжелательная. Люди с удовольствием дают свои голоса, приходят на выборы. Ну, надеемся, что все будет в дальнейшем так же хорошо. Люди, приходящие на избирательные участки, понимают значимость этих выборов для страны и ее будущего. Нам важно это, потому что это наша страна, где мы живем. Мы граждане. Мы хотим реализовывать свое право, потому что нам важно нам в будущем жить в этой стране, нашим детям расти. И какой она будет, мы решаем сейчас. Я работаю на скорой помощи и учусь в медицинском университете. Считаю это своим долгом выразить свой голос за будущее нашей страны. Прямо на участке избиратели могут отдать свой голос за объекты благоустройства в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Объекты победителей голосования будут благоустроены уже в 2025 году. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Избирательный процесс пройдет под пристальным вниманием общественников. За соблюдением прав граждан, ходом голосования и подсчетом голосов в Самарской области будут следить почти 6000 наблюдателей, подготовленных общественной палатой Самарской области и направленных кандидатами и политическими партиями. В круглосуточном режиме все три дня будет работать региональный центр общественного наблюдения. Здесь оборудовано 25 рабочих мест, за которыми по смене будут осуществлять видеонаблюдения волонтеры, прошедшие обучение. Помимо этого, в центре оборудована видеостена, на которой будет осуществляться видеотрансляция с рандомно выбранных избирательных участков. За электоральным процессом в Самаре следят международные общественные наблюдатели. Сегодня эксперты уже приступили к своей работе на избирательных участках. Наш корреспондент Анатолий Главкоп общался с представителями Болгарии и Соединенных Штатов Америки. Подробности в следующем сюжете. Побывали на перекличке муниципалитетов и поделились впечатлениями от увиденного с журналистами. Международные наблюдатели из Венесуэлы, Парагвая, Болгарии, Боснии, Герцеговины, США и Алжира приступили к работе на выборах президента России в Самаре. Сегодня днем участники миссии встретились с коллегами из регионального штаба, чтобы принять участие в брифинге. Они все три дня будут путешествовать по большому счету по участковым избирательным комиссиям на территории всех муниципальных образований Самарской области. Сейчас они находятся в нашей обл. избиркоме и, соответственно, переезжают к нам. Международные наблюдатели – это еще один показатель того, что мы не закрыты, Россия не закрыта, а мы открыты и мы готовы предоставить всю информацию по нашим выборам. Эксперт и главный редактор болгарского журнала по безопасности геополитики Елисавета Камбурова в первую очередь обратила внимание на явку в момент открытия избирательных участков в городе. Мы продавили два участка уже, а там явка была так солидная. Во время общения с журналистами эксперты отметили, что выборы в России организованы на самом высоком уровне и максимально прозрачны для общественности и наблюдателей. Несколько вещей, которые мне бы хотелось отметить – профессионализм, открытость и приверженность. Люди действительно показывают очень высокий уровень и преданность тому, что они делают. Международные эксперты из разных стран продолжают свою работу в Самаре. Они будут наблюдать за выборами президента России вплоть до 17 марта. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Жизница Самары стала обладателем главного приза викторины «За родное, за свое» – первого из пяти автомобилей «Лада Веста». Сегодня прошло первое подведение итогов викторины, приуроченной к 175-летию со дня основания нашей губернии. В прямом эфире были разыграны один автомобиль, 10 поездок в Москву на выставку «Форум Россия», 20 туров выходного дня по Самарской области и 100 туристических наборов, состоящих из планшета, мощного портативного зарядного устройства и термокружки. Выигрышный номер обладателя главного приза автомобиля «Лада Веста» был определён на 10-й минуте эфира. Обладателем машины стала Антонина Ивановна, жительница Кировского района Самары. Я, конечно, очень рада. И когда мне вот начали это говорить, я просто даже не поверила в это. Ну, вот так вот всё произошло. В Куйбышевском районе Самары многодетная семья «Хан Сирант» пришла на избирательный участок 28-12, чтобы проголосовать за будущее страны. Ксения Баканова расскажет подробнее. Многонациональная семья «Хан Сирант» на участок пришла одной из первых. Рассказывают, выборы не пропускают. Сегодня, как обычно, они в полном составе. Мама Лилия, папа Евгений и шесть будущих избирателей. Пять сыночков и лапочка-дочка. Для нас они тоже хотят голосовать и хотят, чтобы им быстрее исполнилось 18 лет. И они тоже имели право на свой голос. Родители признаются, для детей выборы президента – это настоящий праздник. Важно приучать подрастающее поколение принимать активное участие в общественной жизни страны. Очень охотно они бегут, они хотят сами галочку поставить. То есть они ждали этого дня, прям с нетерпением они переживают. Это мы строим свое будущее, все в наших руках. Поэтому каждый должен прийти и отдать свой голос своего кандидата. Несмотря на юный возраст, у ребят уже присутствует понимание процесса. Когда ты идешь на выборы, там надо быть умным, чтобы выбрать президента. Если кто-то не будет управлять страной, то, наверное, будет тут беспорядок. 15, 16 и 17 марта избирательные участки работают с 8 до 20 часов. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров сегодня проголосовал на выборах главы государства. Он отметил, что все участки в ПФО вовремя начали свою работу. Их открылось более 21 тысячи. Также организована работа дистанционного электронного голосования ДЭК и мобильный избиратель. В регионах ПФО желание проголосовать с их помощью выразили полтора миллиона человек. Сегодня главное политическое событие в нашей стране. И, конечно, очень важно принять в нем участие. Мы видим, как динамично развиваются регионы и ПФО, и всей страны, как меняется наша жизнь. В послании Федеральному собранию президент поставил задачи до 30-го года, которые связаны с ростом экономики, улучшением условий работы и жизни людей всех. И поэтому, конечно, важно принять участие в голосовании сегодня. Отдать свой голос за будущее России в Самару из Москвы специально приехал депутат Госдумы Владимир Кошелев. Как прошло голосование парламентария в нашем сюжете. Определить будущее своей страны и задать вектор ее развития. То, что ближайшие три дня объединяет всех россиян. Исполнить свой гражданский долг на малую родину приехал депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Кошелев. Голосование прошло на избирательном участке номер 2903, расположенном в одном из корпусов Самарского государственного технического университета. Голосовать люди начинают с 18 лет. Дети не голосуют. И когда человек взрослый, когда человек помимо своих прав должен понимать и осознавать, что у него есть и обязанности отдать свой голос в своей стране за то, как страна должна развиваться. Вот это, наверное, такая зрелость должна присутствовать у всех людей. Равнодушие непростительно, убежден депутат. По его мнению, принять участие в голосовании должен каждый, кому Конституция дала такое право. Галина Топилина, Петр Поломей, События. Руководитель управляющей компанией креативными кластерами Никита Петухов исполнил свой гражданский долг в первые из трех дней голосования на участке в 29-й школе. Он отметил, что важен выбор каждого гражданина и призвал прийти на участки и отдать свой голос. Это очень важная вещь, которая зависит только от нас с вами. Каждый может отдать свой голос и быть уверенным, что он сделал все, что от него зависит. Мне кажется, это мероприятие очень ответственное, важное и нельзя его недооценивать. В первый день голосования традиционно ходит на выборы и титулованный самарский пловец Александр Кудашев. Участник сборной России по плаванию, призер чемпионатов мира и Европы, победитель универсиады, рассказал, что старается успеть на избирательный участок в первые часы открытия. И такое же мнение разделяют его родные и близкие. Свой голос спортсмен отдал на участке 2907. Там же он написал письмо участникам специальной военной операции. Я всегда приходил в первый же день. И так как есть такая возможность прийти 15-го числа, я считаю, что в этот день, наверное, народу немного может быть поменьше, чем выходные. Ну и плюс исполнить свой гражданский долг. У меня в причине того, что ребенок немного приболел, не получилось сегодня всей семьей прийти. А так обычно мы всей семьей приходим, мы все отдаем голос. И жена моя, и тесть, теща, и мама с папой, и бабушки все обязательно приходят. Никто никогда, подчеркну вот это слово, никогда не пропускает выборы. Самарцы на выборах президент активно голосуют и за благоустройство родного города. На избирательных участках организованы специальные пункты. На них можно отдать свой голос за общественные территории, которые благоустроят в 2025 году. Подробности узнала наша съемочная группа. Вы сканируете вверх и через госуслуги выбираете понравившийся вам проект. На избирательных участках выбирают не только будущего президента, но и территории, которые благоустроят в 2025 году. Жители города активно голосуют за общественное пространство. Я считаю, что это отличный проект, отличная идея. Всегда поддерживаем любую городскую комфортную среду. В свое время поддерживали парк молодежный. Мы сейчас видим, насколько он стал красивый, насколько стал востребованный. Следующим моим шагом будет поддержать сквер Калинина. На пунктах, организованных на избирательных участках, находятся волонтеры в синих жилетках. Они рассказывают о дизайн проектах парков и скверов города. Объясняют, как можно проголосовать. 18-летний Дмитрий Зернаев родился и вырос в Самаре. Любит свой город и хочет сделать его еще краше. Поэтому решил стать волонтером федерального проекта формирования комфортной городской среды. Все-таки нужно участвовать в жизни города. Как-то хочется соответствовать, скажем так, отдавать что-то ему. Всероссийское голосование за территорию, участвующей в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» началось 15 марта и продолжится до 30 апреля. Проголосовать за понравившийся дизайн проект просто. Нужно перейти по QR-коду из буклета и сделать свой выбор на госуслугах. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Во всех районах Самары отмечают самый вкусный праздник – Масленицу. Промышленный район не исключение. На улице Матросова прошли массовые гуляния с хороводами и танцами. Не обошлось и без сладких угощений. Наша съемочная группа побывала на празднике. Для жителей 19 и 21 домов по улице Матросова масленичные гуляния стали уже доброй традицией. Жители с удовольствием участвуют в конкурсах, подпевают артистам, танцуют. Массовые народные гуляния – это не только веселый досуг, но и хороший повод познакомиться с соседями, приобрести новых друзей. Мы рады, что очень много жителей принимает участие. И наши активные жители подготовили к этому празднику очень много украшений. Вот это все украшения площадки – это клуб «Серебряная прядь», который трудится у нас больше 25 лет в районе. Они сплачивают не только соседей, это сплачивают и различные организации. Потому что, конечно, вместе мы силы, и мы должны действовать сообща, и тогда все получится, и будет весело, и хорошо. Благоустройство дворовой территории здесь было выполнено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Обновлены детская и спортивная площадки, появилась сцена для проведения массовых праздников, установили спортивные тренажеры. На этом месте мы можем всегда прийти погулять с детьми, заняться спортом и просто прогуляться. Очень прекрасное место стало, которого нам еще не хватало раньше. У нас очень дружные жители, и все голосования проходят по всем мероприятиям вместе. Недавно наш двор участвовал в программе «Самый дружный двор». У нас голосовали, весь микрорайон голосовал за нас, и мы заняли третье место. Масленица – это отличный повод провести время с семьей. Участники праздника говорят, что он удался, и к русским традициям прикоснулись, и блинов поели на свежем воздухе. Это масленица. Мы все весну любим, ждем быстрее и быстрее лето, поэтому все собрались похлопотать, потопать, потанцевать, хороводы поводить. Вот у нас и баян здесь тоже мадам. Не парень, а мадам. Вы видите, большинство активисты, женщины. В ТОС «Орбита» живут люди с активной общественной позицией, и праздники встречают дружно, и работают на благо своего двора. Светлана Кудрявцева, Елена Чернявская, Петр Поломеев. События. Масленица семь дней гуляет. Сегодня зиму провожали и ученики школы номер восемь. Традиционные русские игры и танцы под гармонь. Подробнее в нашем сюжете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девочки, и... Ученики старших классов школы номер восемьдесят один отметили масленицу. Варвара Сухорокова, ученица десятого класса, в роли ведущей выступила не только на праздники у старшеклассников, но и у школьников младших классов. Да, я считаю, очень весело. Даже вот нам как-то участвовать вроде как уже более взрослые, но все равно это очень интересно. Мы репетировали, мы читали по ролям, отрабатывали свою речь. На празднике у школьников выступил фольклорный ансамбль старинной казачьей песни «Вольница». Школьники поиграли в русские традиционные игры, а завершилось гуляние чаепитием с блинами. Будут веселиться так, как это было в конце девятнадцатого, начале двадцатого века. И вот сейчас хочу ребят познакомить, они об этом не знают, они это никогда не делали. И я хочу очень, чтобы они узнали это о нашей культуре традиционной. Боевой, у меня всегда боевой настрой, потому что я очень люблю этот праздник, и я знаю, что сейчас будет происходить. Я знаю уже ребят, они большие молодцы, и я уверена, что все получится. Праздничные угощения школьники готовили вместе с родителями. Дочка помогала, бумагой, если она там крутила цветы, масленицу сделала. Самое главное, всегда блины, и не один день. И обязательно с медом, обязательно с клубничным вареньем. Готовим заранее варенье, под масленицу оставляем. Масленичная неделя – время веселья, повод провести время с близкими, попросить прощения и подготовиться к великому посту. Александр Шугаев, Полина Челюкова, Николай Епифанов. События. И в продолжение вкусной темы. Блины, конечно же, один из главных символов масленицы. С чем любят есть это лакомство самарцы, узнали наши корреспонденты. С красной кровью. Творог. Лучше всего мне нравятся блины с медом. Мясом люблю, грибами люблю, с рисом. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Самары в телеграм-канале Вести с Дворянской рассказывает о том, как голосуют на выборах России космонавты с МКС. Наш земляк Олег Кононенко, его коллеги Николай Чуб и Александр Гребенкин, которые сейчас находятся в 70-й длительной экспедиции, проголосовали в первый день выборов президента Российской Федерации. В этом им помог глава городского округа Королев Игорь Трифонов, их доверенное лицо на земле. На Масленичной неделе в администрации Ленинского района прошел фестиваль кукол «Маслены». С каждым годом в нем принимают участие все больше детей и родителей. А «Маслены» год от года становятся все краше. Администрация района в своем телеграм-канале публикует фото поделок и предлагает полюбоваться выставкой. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки призывает тех, кто этого еще не сделал, прийти на выборы. Если вы уважаете свой город, свой поселок, неравнодушны к тому, чем живет ваша родина, если хотите, чтобы власть вас слышала и работала на вас, если вы патриоты своей страны. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте СамарГис, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok